А теперь давайте вернемся обратно к нашему гитону и к ИВТ В современной постановке этой задачи, как я уже говорил, гитон рассматривает дело, которое симметрично вверх и вниз, которое симметрично относительно какой-то горизонтальной плоскости, она имеет верхнюю часть и нижнюю часть симметрично То есть сечение будет примерно вот так В современной постановке люди просто отсекают нижнюю часть и работают только сверху То есть люди просто забывают проект и работают только сверху частью Потому что когда у нас налетает конток сверху, он налетает и стruкается только в верхнюю часть Поэтому аналогично просто про нижнюю часть забыта Просто нам она не нужна Это, конечно, эквивалентная пислотность, но вот так вот. Когда мы забываем про внешнюю часть, у нас получается вот что. Возьмём систему парабина. Я уже буду рассказывать про современную пислотность. Имеется система парабина. Имеется круг радиуса А. И на этом круге, как на основании, задана некоторая функция вверх. Например, симметричная. В образе симметричной оттечной круговой силы. На самом деле удобно сделать сечение, удобно сделать вертикальное сечение и получить описание. Да, вот высота этого тела равняется h, радиус круга равняется a. Разумно сделать центральное сечение, сечение через вертикальную ось и получить вот такое вот. и получить в сечение вот нечто такое. У нас будет обозначение функции. Значит, z на z. z равняется f, это f, а l равняется d. Вот такая функция. Имеетов все эти вычисления сделал, но у него не было никаких обозначений таких, которые у нас есть сейчас. И он не объяснял, как он это сделал. Поэтому, видимо, у него не хватало даже языка, чтобы объяснить, что он делал. Поэтому он просто высказывал конечный результат, без объяснения. Чтобы найти все-таки силу, которая действует на тело, давайте предположим, что в сечении у нас получилось ломанное. Ломанное, потому что я сначала напишу формулу, обычную в рамках средней школы, а потом напишу формулу в виде интеграла. Так вот, чтобы с самого начала не писать в виде интеграла, я сначала ограничусь ломанной. А потом уже пишу, как будет в общей интеграла. Так вот, если у нас есть ломанное, если сечение тела есть ломанное, то можно сделать такое возберение. В горизонтальной ось O, 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 O. Горизонтальная ось разобьется на несколько отрезков. Каждый отрезок будет иметь центр хиты, соединение 2x3, bx4, и длина отрезков будет bx1, bx2, bx3, bx4. Вот какое-то количество, какое-то количество таких вот разберений. И там, где у нас угла наклона, будет тоже k1, k2, k3, bx4. И вот давайте напишем сопротивление, для которого у нас почти что уже все готово. Дело в том, что на самом деле у нас есть тело вращения, и когда мы посмотрим на горизонтальную плоскость, то в горизонтальной плоскости xy у нас получатся вот такие концентрические круги. и площадь Итого кольца будет равно СИТ, и площадь Итого кольца равняется Ир Итой плюс 0, Итой пополам квадратия, минус Ир Итой пополам квадратия, минус Ир Итой пополам квадратия. Просто-напросто я нашел площадь этого кольца, которая есть. Мы же вращали вокруг вертикальной оси. В вращении каждого такого отрезочка будет давать кольцо. Самое маленькое – это будет круг, кольцо, кольцо и кольцо, которые мы изображаем здесь. А площадь кольца? Ну, очень просто – это площадь внешнего круга минус площадь внутреннего круга, да? Ну и вот, когда мы все это раскроем в скобки, все это сократим, получится что-то такое еще простое. Тут будет квадрат, и тут квадрат они сократятся, тут квадрат, и тут квадрат сократятся, а вот эти вот смешанные слагаемые, они удвоятся, поэтому получится. Кольцо, которое отвечает этому кольцу, вот сила, которая действует на стену, можно считать суммированной. Силу, которая есть на первый участок, на второй участок, которое есть кольцо, третье и так далее. Значит, сила f и t будет равняться, сейчас напишем, f и t равняется минус 2 ровно v2, f и t в квадрате. В самом деле, я просто переписал вот то, что здесь 2 ровный квадрат s и t в квадрате, потому что у нас и слагаемый, поэтому добавил индекс b. Вот ему это равняется. минус 4РО в 2-рятых, значит, π, r, π, r, π, δ, r, π, r, π, r, π, 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 π. И теперь наконец, венец всего, мы суммируем все эти��цальные сыры. То есть f равняется сумма по И фит, и будет равняться минус 4π ρ в квадрат, и будет сумма по И, и будет равняться минус 4π в квадрате. Вывод немного затянулся, но мы, наконец-то, получили такое выражение, которое за скобку, то есть в токсе состоится в множестве ρ и v квадрат, которые нас не сильно интересуют, это просто заданные величины, а нас интересует вот эта величина, которая стоит здесь. КИТ – это тангенс угла наклона, и на самом деле это просто производные функции. Если вот эту логу мы задаем, есть график функции f на f, то х нг – это просто-напросто производная f' от x. f' от, извините, r. Но это вы знаете, да, из школы, вспомните, что тангенс угла наклона – это производная функция. На самом деле, это есть не что иное, как интегральная сумма для интеграла вот этой функции. для у нас получится сумма r и t, delta r и t, взаимодействие 1 плюс f' квадрат f' от r и t, в квадрате умножить, умножить пробегом r. Это есть не что иное, как для данной функции это есть не что иное, как интеграла от 0 до a, . Буд 하는데, если вы�37 r, r и t – в квадрате умножить в эту функцию, r'е 맞to r и t – ch, В своей книжке Ньютон сравнил сопротивление нескольких тел, а именно, он рассмотрел полусферу, вернее, полушами радиуса А и высотой тоже А. Второе тело, которое он рассмотрел, это конус. На самом деле, конус вписан в эту полушайку. Если их совместить, то вершина конуса будет попадаться с вершиной полусферы, а основание будет совпадать с основанием полушайки. Вот. И, смотрите, он рассмотрел просто цилиндр. Три тела одной и той же высоты. Три тела, которые имеют одну и ту же высоту, если их совместить, то конус окажется вписан в полушайку, а если цилиндр совместить, то полушайку окажется вписан в цилиндр. То есть, давайте попробуем нарисовать. Вот такая штука. Вот так. Три таких типов. Тут сейчас очень легко вычислить силу. В случае С проще всего найти силу, потому что... Вот как все-таки можно использовать интеграл или лучше все-таки воздерживаться? Лучше использовать, потому что, ну, кто-то знает, кто-то не знает, но с этим мы ничего не можем сделать. Ну, понимаете, ну, пройдут они этот интеграл, ну, что поделать. А он проходится в школе? А это, смотри, в какой школе? В большинстве не проходится, в некоторых проходится. Это зависит от школы. В официальные экзамены он не входит. Но, с другой стороны, физику без него не выучишь, поэтому в некоторых хороших школах проходят. Ну, ну, немножечко выучишь. Но, если рассматривать, то ускорение постоянное и скорость... Ну, вот именно, как крокодилы летают, неденько-неденько, да. Тогда можно... Я понимаю. Ну, давайте, значит, в случае С, в случае С, сама функция, которая сдает верхнюю часть поверхности, F, а F равняется A, и поэтому F' равняется 0. И в третьем случае, если подставим... Придется же интегрировать нужно? Вот туда. Нужно. Ничего страшного. Придется проинтегрировать. А когда мы подставим, получится интеграл от 0 до A, F. В качестве альтернативы я приведу другой выбор. Другой выбор заключается и вот с чего-то. Дело в том, что когда у нас есть цилиндр... Сама функция, график функции, это ломаная... В данном случае всего лишь одно звено, всего лишь одно звено орегинома. И у нас будет... К1... Вернее, просто К. К равняется 0. Там, где С2 наклона равняется 0. R и T. Значит, Δr равняется A, потому что эта амплитуда, вот эта амплитуда равняется в точности A. Δr мы обозначали как раз... Ну, амплитуда, вернее сказать, длину отрезков соответствующих. Поскольку тут всего лишь один отрезок, вот его длина равняется. И X и T это середина данного отрезка. X и T, напишем просто X, равняется A. Я уже не ставлю индекс Y, потому что всего лишь одно звено. И тут в этой сумме, поскольку это всего лишь одно звено, получится R, dR, R, Δr, Вернее, делить на 1, плюс K в квадрате 0, подставляем, получаем A в квадрате деликат. В случае C в VG. Давайте вводим в случае B. В случае B у нас профиль, который задались в нашей квалиции, вот такая. Тоже, опять, всего лишь одно слагаемое в нашей сумме, значит, Δr равняется А, r равняется АА, потому что это середина отрезка, тут середина соответствующего отрезка, и k равняется 1, поэтому эта сумма имеет свою же одну слагаемую, это будет r делить 1, но мы решаем, поскольку k в квадрате равно единице, немножко в таком виде, значит, слово мы подставляем, равняется А пополам умножить на А, и дегринально это будет А в квадрате. В точном соответствии с выводом Нейтона о том, что сила, действующая на цели, в два раза больше, чем сила, действующая на конкурсе. Также можно это записать в виде интеграла, вот в точке этот же вывод можно рассматривать интеграл. Винтеграл R, dR, 1, то есть F' от R в квадрате, от миллиарда А, поскольку F' от R равняется минус 1, в самом деле у нас тангенс угол наклона равен, угол наклона равен 45 градусам, поэтому тангенс угол наклона равен минус 1, и значит, F' от R тоже равно минус 1. Получаем интеграл Р, dR пополам, от миллиарда А, интегрируем и получаем R в квадрате, делить на 4, тоже от миллиарда А, и получаем А в квадрате, делить на 4. Получается то же самое, как если мы читали по этой формуле, и по интегральной формуле получается 1 и 2. А давайте теперь посмотрим, что будет со своим. У нас правильное сечение будет вот такое. F' от R равняется корень из А квадрат минус R квадрат. Правильно? Это такая окружность. Но теперь без интегрирования никак не найдешься, вернее сначала нужно продифференцировать. Производная корня считается вот как. Значит, это будет 1 2 единица делить на корень из А квадрат минус R квадрат. И теперь производное выражение под корнем, это будет минус 2R. Двойка и двойка сокращается, поэтому получается минус R делить на корень из А квадрат минус А в квадрате. И теперь считаем дальше. 1 плюс F' в квадрате R будет 1 плюс F в квадрате А в квадрате минус А в квадрате. И складывая, получаем А в квадрате минус F в квадрате. Какая получилась величина. И теперь мы можем смело интегрировать. Это опять же будет в случае А. В случае А, относящийся к полусферию, а в положительный интеграл от нуляка А. Тут будет стоять R и R. А в знаменателе стоит вот эта сумма 1 плюс 0 штрих в квадрате, которая будет вот чему равна. А в квадрате делить на А в квадрате минус А в квадрате. И теперь, давайте посмотрим на А в квадрате. Это А в квадрате можно вывести. И здесь А в квадрате. Интеграл R в 2. Это переведет в числитель. А в квадрате минус А в квадрате. R в 2. Теперь разбываем на разность. это будет интеграл нуля до а, т.е. интеграл разности это разность интегралов, r dx минус 1 на а в квадрате интеграл нуля до а, r в кубе, r в кубе, r в квадрате. Потом, а в квадрате интеграля, получается r в квадрате пополам от нуля до а, минус 1, делить на а в квадрате r в четверть или четыре, от нуля до а. Потом, а в квадрате в квадрате минус а в квадрате в квадрате в квадрате. Вот. Вот в этом случае для полусферы по-другому никак не получается, без интегралов нуля никак. В других двух случаях можно было посчитать просто по этой формуле, которая обходится без всяких производных и без интегралов, ну а тут никак не обойдешься. Приходится считать вот таким образом. Вот. Но самый интересный вывод заключается вот в чем. Он заключается в том, что сопротивление гонуса, вписанного в полусферу, равняется сопротивлению полусферы. Т.е. если вот это вот тело в виде полусферы движется вперед, и тело в виде гонуса движется вперед, они имеют одну и ту же силу торможения. Что само по себе кажется, в общем-то, неочевидным. Интуитивно кажется, что конус будет легче проходить, силы будет меньше. Вроде бы он же заостренный, а оказывается нет. Вот если сравнить, он кажется более заостренный. Но на самом деле силы одинаковые. А если бы менять высоту конуса? Ну, если бы менять высоту конуса, то его нужно сравнивать не с этой гонусферой. Потому что мы же его... Идея была такая, мы берем одну сферу и берем вот такую сферу, вписанную. А если мы выше, сделаем то, что? Какое? На самом же с этой же сфере. С этой же? Да. Но если с этой же, если мы будем делать его активным, то, конечно, сопротивление будет меньше. Чем выше, тем меньше. Вот. Ну, наверное, нужно сравнивать тогда уже сопротивление с сопротивлением эллипс, эллипсон. Ну, наверное. Вот точно. Вообще-то, на самом деле, действительно интересно, но я этого не делал, не сравнивал. Хотя, действительно, это интересно. По сути, должно быть то же самое, потому что как-то в дочке, например, существует, то же самое, но я в этом не уверен. Потому что, действительно, кефицент изменится в одной, вроде бы, да? На той же линии, или изменится в то же самое, если число раз. Но тут же стоит вот такая величина. Не совсем то же самое. Там нелинейность, если как-то получается, залезает. Тут внизу так просто. Нужно считать. Вот я не знаю, как с этим делом бороться. Когда Ньютон рассматривал задачу о теле наименьшего сопротивления, то есть о теле наилучшего обтекания в классе вот таких вот тел, который опирается на круг фиксированного радиуса, допустим, А, имеет высоту H. То он пришел к выводу, что тело наилучшего обтекания выглядит следующим образом. Нарисуем картину. Это просто-напросто, это тело, оно немножко похоже на усеченный конус. На усеченный конус. Так же, как на усеченном конусе, оно снизу опирается на диск, тут радиуса А, а спереди у него тоже диск, тоже горизонтальный, но меньшего радиуса. А боковая поверхность, она не совсем такая же, как у усеченного конуса, она раздутая. Она будет вот такая, как бы немножко раздулив бок, и получилась такая гладкая поверхность. Тут угол наклона, тут более вертикальная ветвление, а тут она как бы наклон увеличивается, то есть становится ближе к горизонтальному. И еще вот какой вывод был получен, что угол между поверхностью и горизонтальной плоскостью будет всегда, независимо от чего, будет равен 45 градус. Вот, но это я все-таки пройду как-то без объяснений. На самом деле, ведь в задаче есть два параметра, видите, тут радиус круга и высота. Они могут меняться, тела могут рассматриваться широкие и приплюснутые, а могут рассматриваться такие, которые более удлиненные. То есть есть какие-то параметры, и оказывается, независимо от параметров, всегда будет угол 45 градусов. И Ньютон, сейчас современным способом его научить не так же сложно, но Ньютон каким-то образом решил как-то по-своему. Он не объяснил, как его решил, он просто привел ответ. А поверхность он описал геометрическим образом. То есть не с помощью формулы, как мы сейчас описываем, а просто какие-то геометрические соотношения привел, которые в точности эквивалентны к тому, что мы сейчас записываем. Воскресенье Продолжение следует...